В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Автоматизированные системы контроля оплаты. Саровчане могут оплатить проезд с помощью стационарных валидаторов. Живое общение. Проект студентов медколледжа. Обладатель гранта молодежного форума. Надежда Саровского спорта. Воспитанники секции бокса. Призеры соревнований в Заречном. Далее расскажем обо всем подробно. Долгожданный ФОК, Центр для одаренных детей Росатома, пассажирское авиасообщение, каворкинг-центры, рост численности населения и средней зарплаты горожан. На очередном заседании Думского комитета депутаты рассмотрели проект стратегии социально-экономического развития Сарова до 2035 года. Народным избранникам представили два варианта сценария стратегии социально-экономического развития. Консервативный предполагает сохранение тенденции развития города последних пяти лет. Это умеренные долгосрочные темпы роста экономики на основе активного развития РФИАС-НИЕФ. Приоритетный план предполагает создание условий для увеличения темпов социально-экономического развития. В качестве предпосылок этого развития рассматривается именно статус геостратегической территории, создание и функционирование на территории города научно-учебного центра, развитие института ТАСЭР. Представленный проект затронул все направления развития на ближайшие 17 лет. Инвестиционная деятельность, демографическая ситуация, малое и среднее предпринимательство, рынок труда и занятости. В связи с этим у депутатов возник вопрос об открытии ЗАТО. Предлагается вариант снижения градуса, скажем так, закрытости. То есть безопасное функционирование категории Б – это как раз и снижение сложности оформления допусков в город, скажем так. Вариант открытия территории не рассматривался. Депутаты хотели увидеть больше конкретики в представленном проекте. Но, как пояснила Анна Сысоева, стратегия – это долгосрочное планирование развития, видение будущего города. И основные положения документа будут детально проработаны в других документах. Поэтому все мероприятия для реализации конкретных проектов будут отражены уже в программах муниципальных и отраслевых стратегиях. Равно как и не только этих приоритетных проектов, но и других проектов, которые будут направлены на достижение все тех же стратегических целей, определенных этим документом. Депутаты рекомендовали доработать документы на согласование в Госкорпорацию Росатом и правительство Нижегородской области представить стратегию развития города с конкретными сроками исполнения и суммой реализации проектов. На муниципальных маршрутах общественного транспорта идет тестирование технологии оплаты проезда при помощи специальных карт. Большинство автобусов уже оснащено считывающими устройствами, которые бывают стационарными и находятся около первой двери и на центральной площадке, а также переносными, воспользоваться которыми можно, обратившись к кондуктору или водителю. Прогресс добрался и до Саровского общественного транспорта. А теперь при входе в автобус горожанам больше не нужно возиться с мелочью. Достаточно приложить транспортную или банковскую карту к специальному стационарному валидатору, который после успешного прохождения операции выдаст пассажиру чек об оплате. Можно расплатиться с помощью транспортной карты или с помощью банковской карты, если она у вас бесконтактная, просто приложив эту карту к терминалу. Автоматизированная система контроля оплаты проезда действует на муниципальных маршрутах еще с апреля прошлого года. Валидаторы в виде ручных терминалов появились у кондукторов на всех автобусных рейсах. Ими продолжат пользоваться и после внедрения стационарных аппаратов. Заплатить за проезд по-прежнему можно будет у кондуктора или водителя автобуса. Транспортные карты можно приобрести в городе Транси, но это будет транспортная карта только как проездной билет. Либо юридическое лицо, либо физическое лицо. Покупаете либо на 30 дней, либо на 60 дней. Приобрести транспортную карту можно на почте России. Только после покупки ее баланс необходимо пополнить через банкомат или мобильную систему оплаты. Продают такие транспортные карты и в отделениях Сбербанка. При условии, что гражданин сразу внесет на ее счет 200 рублей. На карту записывается один тариф, либо электронный кошелек. Туда кладутся деньги, минимум 50 рублей и максимум 14999. Либо вы берете тариф проездной. И там выбираете, какой лучше вам проездной. Два месяца, один месяц. Если вы откатались проездной и вам захотелось электронный кошелек, тогда нужно идти на почту или в Сбербанк, чтобы вам перепрограммировали карту. Стоимость проезда в муниципальных автобусах по безналу 20 рублей, по наличному расчету 22. Транспортная карта с тарифом, электронный кошелек действительно и в Нижнем Новгороде. Опорный ВОЗ Госкорпорации Росатом Нияо Мифи вошел в первую сотню лучших университетов мира по направлению физика и улучшил свои позиции на 11 мест по сравнению с прошлым годом. При составлении рейтинга использовалось 13 критериев эффективности по пяти направлениям. Преподавание, исследование, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности и передача знаний. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В приемной губернатор Нижегородской области работает горячая телефонная линия. Специалисты готовы проконсультировать граждан, дать соответствующие разъяснения и оказать содействие в решении наиболее острых социально-бытовых проблем, требующих оперативного вмешательства со стороны исполнительной власти. Звонки принимают по телефону 8 831 419 74 33. Дом книги выставили на продажу. Как сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом, торги состоятся 21 декабря. Заявки принимают в 118 кабинете здания администрации. Для участия в аукционе потребуется внести задаток в размере 8 миллионов 700 с небольшим тысяч рублей. Заявки будут принимать до 14 декабря. Более подробная информация по телефону 9 77 12. В пятницу 16 ноября детская библиотека имени Пушкина приглашает саровчан на теплый вечер. Гостей ждут камин с фото зоны, ретро-кинотеатр, выступление танцевального коллектива «Задоринки» под руководством Анны Козловской, концерт бардовской песни и многое другое. Теплый вечер в Пушкинхе начнется в 17 часов. Библиотека работает по адресу улицы Герцена, дом 13А. Подведены итоги ежегодного городского молодежного форума «Время выбрало нас». Активисты общественных организаций представили социальные проекты в нескольких направлениях. По итогам работы комиссии экспертов было выбрано 4 проекта победителя, которые получат гранты в размере 20 тысяч рублей. Среди них работа студентов Саровского медицинского колледжа «Живое общение» – организация психологической помощи одиноким пациентам стационара КБ номер 50. Корни идеи проекта, который Дарья Фатина успешно защитила на молодежном форуме, лежат в ее семье. Ухаживая за больным родственником, девушка поняла, для того, чтобы выздороветь, необходимо обычное человеческое участие. Ее проект «Мы за живое общение» получил грант на реализацию. Суть этого проекта – это еженедельные встречи в больнице с бабушками, дедушками, то есть с пожилым возрастом. И мы направлены на живое общение, чтобы помочь им побыстрее выздороветь. Этот проект очень тесно переплетается с тем, чему учат в Саровском медицинском колледже. Одна из дисциплин, которую преподают будущим медикам – правила общения с пациентами и их родственниками. Успешную защиту своего проекта Дарья помнит очень хорошо. Столько эмоций было. Ну, я старалась, все рассказывала. Администрации задавали вопросы, их очень много интересовало. Какое количество сейчас у меня есть людей, кого в дальнейшем я буду набирать. Создавая свой проект, девушка в первую очередь руководствовалась соображениями милосердия и желания помочь ближнему. Она не ищет популярности и желания говорить всем вокруг «Я волонтер». Самое главное для Дарья, по ее словам, каждый день делает окружающий мир чуточку лучше. 14 ноября свой профессиональный праздник отмечают те, кто знает все о правильном произношении, звуках и развитии речи. Логопед – это коррекционный педагог, который занимается устранением речевых нарушений у детей и взрослых. Он не только ставит звуки, но и развивает у детей внимание, зрительное и слуховое восприятие. Логопеды работают в детских садах, центрах и общеобразовательных школах. Если звук «р» в словах не хочет раскатисто звучать, то родители ведут ребенка к логопеду. Но не все знают, что функции этого специалиста гораздо шире. В его обязанности входит исправлять речевые дефекты своих подопечных, которые могут возникнуть в разном возрасте. Они только ставят звуки, ставят речь полностью. И словарь формируют, и связанную речь формируют. Учат читать, учат писать. Надежда работает логопедом в школе более 10 лет. Первое медицинское образование ей очень помогло в освоении профессии учителя-логопеда. Работу с детьми она считает очень нужной и полезной не только для самих ребят, но и для себя. Мне очень интересно общение с детьми. Не только я их учу чему-то, но и они меня учат радоваться жизни, быть непосредственной. Но они очень любвеобильны, дают мне силы и любовь свою. Обучая детей правильные и грамотные речи, Надежда как педагог всегда заручается поддержкой родителей. Дома ребенок тоже должен тренироваться и повторять пройденный материал, чтобы результат коррекционной работы был более высоким. Помощь родителей обязательно нужна, потому что ребенок маленький, и ему нужно видеть, что нужно маме и папе, чтобы он хорошо говорил. Надежда старается сделать занятия с детьми интересными и познавательными. Различные обучающие программы и интерактивные технологии стали уже привычным делом на дополнительных уроках. И ребята с удовольствием откладывают тетради в сторону, чтобы понажимать на кнопки компьютера. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Сарова, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За два учебных месяца в рамках проекта «Читаю вслух» ученики начальной школы среднего звена учителя и педагоги учреждений дополнительного образования прочитали отрывки из различных произведений. От Куприна «Синяя звезда» до писем Ивана Тургенева к Полине Виардо. Эстафету проекта приняли старшеклассники, которые читали отрывки романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Мы читаем не весь роман, потому что это было бы слишком долго, а берем только самое начало первые две головы. И уже даже самой завязки достаточно для того, чтобы понять, во-первых, насколько непросто было время тогда, насколько было сложно людям выживать. Роман рассказывает об истории раскулаченной в 1930 году женщины из глухой татарской деревни. История жизни 30-летней Зулейхи уже по первым главам романа вызывает сочувствие. Произведения открывают ребятам ранее неизвестные страницы истории страны и людей, выдержавших жесточайшей проверки на прочность. Я таких еще не читала, для меня всем интересно. Это другая эпоха вообще, не наш век. Там интересные слова, интересные имена. Одна из главных задач проекта «Читаем слух» – приведет детям любовь к чтению. Каждый старшеклассник старался прочитать свой отрывок выразительно, чтобы другие заинтересовались, чем же все-таки закончится произведение. Достичь цели удалось не всем. Начало понравилось, но вряд ли буду дочитывать. Потому что меня не так сильно зацепило. Я вообще люблю другие жанры, например, фэнтези. Следующая встреча в рамках проекта состоится 21 ноября в преддверии Дня Матери. Читать будут произведения, посвященные мамам. В городе Заречном прошел 21-й турнир, посвященный памяти почетного гражданина, первого директора Пензенского приборостроительного завода Михаила Проценко. В нем приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из всех регионов страны. Воспитанники спортивной школы «Икар» стали призерами турнира и привезли в Саров сразу несколько наград. Занимать первые места на городских, областных и всероссийских соревнованиях Александру Карасеву не в новинку. В свои 10 лет он упорно тренируется и отрабатывает упражнения на выносливость, силу воли и меткость ударов. На всероссийском турнире по буксу в Заречном Александр Карасев в очередной раз подтвердил титул чемпиона и стал победителем в своей весовой категории. Каждый боксер ставил перед собой цель победить соперника и привезти домой награду высшей пробы. В этом году Александру Сущевскому справиться с поставленной задачей не удалось. На турнире имени Михаила Проценко молодой человек занял третье место. Спортсмену не хватило всего лишь несколько очков до заветной победы. Обидно, как бы на меня все надеялись, что я займу первое место, выполню кандидат на мастера. Ну, во всем бывает свое огорчение. В следующем году постараюсь привезти сюда, в наш город, первое место. Все-таки взять кандидат на мастера спорта. Всего в турнире приняли участие 15 команд из 9 регионов страны. За титул чемпиона боролись более 200 спортсменов. Соревнования дают боксерам возможность проверить свое мастерство, отработать новые комбинации и испытать тактические приемы в поединках. Эти соревнования, я бы сказал, очень высокого уровня. Есть что посмотреть, чему поучиться. В первую очередь, для меня я хочу также организовывать такие же здесь турниры. На таком же уровне приглашать гостей. Поэтому есть чем поучиться и, соответственно, такой богатый опыт хороший. Сегодня соровские спортсмены готовятся к очередным всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Рязани 20 ноября. А уже в начале декабря они отправятся отстаивать честь города в Тольятти. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова